добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о развитии морального авторитета следующая вещь о которой я хотел бы поговорить это очищение совести что может сделать нашу совесть чистой прежде всего это вот то о чем я говорил в предыдущей программе когда мы послушны обличению духа святого когда мы слышим это обличение мы приносим богу покаяние мы говорим да я был неправ или да я совершаю в данный момент что-то не очень хорошее прости меня совесть очищается покаянием и на мой взгляд не существует просто других и на мой взгляд не существует других способов очистить нашу совесть кроме как прийти в покаяние к богу и сказать господи я был неправ я сделал вот это неправильно прости меня и тогда кровь христа она очищает нас от всякого греха знаете кажется иногда что то что я говорю это излишне религиозно возможно это так наверное потому что я очень верующий человек очень религиозный человек и для меня бог занимает наверное 99 процентов моей жизни и сокрушаясь от того что вот этот один процент он все еще как бы очень огромен потому что в нем абсолютно все мирские вещи все материальные вещи даже все мои переживания но вопрос состоит в том что никто не сможет освободить нас от осуждения от вины от нечистой совести кроме него только бог может это сделать мы можем на какое-то время успокоить свою совесть убаюкать и объяснить что все не так уж сложно и мы не такие уж и плохие на самом деле потому что например гитлер и чикатило они гораздо хуже нас но если знаете даже посмотреть на этот окружающий мир то мы с вами обнаружим что люди окружающие нас соуса они такие же как и мы кто-то в чем-то лучше кто-то в чем-то хуже и мы таким образом успокаиваем нашу нашу совесть но как только вы посмотрите на иисуса вы обратите внимание что он не такой абсолютно любая сфера его жизни она просто сияет святостью и сравнивая себя с ним ты чувствуешь себя гадким ты чувствуешь что вот то что ты оправдал себя какими-то вещами оправдал свои неправильные поступки свое неверие там свое даже беззаконие какое-то оправдал тем что ты же как бы хотел как лучшую так получилось и все это просто как мишура обсыпается ты понимаешь что все что тебе нужно просто сказать прости меня господь это единственный способ очистить совесть если вы не религиозный человек если вы никогда не обращались к богу сделайте это господь способен изменить жизнь он умер на голгофе для того чтобы не просто даже очистить совесть на дать вечную жизнь каждому кто приходит к нему покаяние это единственный способ обретения вечной жизни и покаяние это единственный способ очищения совесть